30 лет назад Казахстан обрел независимость. Сложно не заметить, как изменилась наша страна за это время. В большой степени ощутили это на себе ветераны. А вот олицетворением быстро развивающегося государства стали его ровесники. Сегодня представители разного поколения встретились за круглым столом, обменялись опытом и обсудили новые перспективные идеи. На теплой встрече побывала и наша съемочная группа. За круглым столом ветераны и молодежь обсуждали статью главы государства Касым Жумар Тукаева «Независимость превыше всего». Сегодня важно не только сохранить, но и приумножить национальные богатства. Участник военных действий в Афганистане Эрик Татыбаев считает, что в первую очередь нужно заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Трагические события он видел своими глазами, поэтому считает мирное небо самым ценным, что есть у казахстанцев. Чтобы наши дети никогда не видели этой войны, что наши деды и прадеды Великой Отечественной, которые прошли это горнило войны, то, что сейчас прошли мы, афганцы, это 10-летняя, к эту войну. Хотя мы исполняли интернациональный долг, помогали дружественному афганскому народу, то, что после нас шел и таджик-афганский, ирак, и горный Карабах, и все остальные ребята, которые были. Конечно же, лучше не видеть эту войну. Екатерина Чагочкина родилась на 9 месяцев раньше обретения Казахстаном независимости. Вместе с ней росла и развивалась родная страна. Девушка говорит, быть ровесником республики – это не только честь, но и большая ответственность. Считает своим долгом приложить максимум усилий для процветания государства. Екатерина преподает в местном университете, а еще занимается волонтерской деятельностью. Когда Советский Союз распался, и что было после этого, и на каком уровне наша страна сейчас. Благодаря нашему мудрому руководству, благодаря наштану Назарбаеву, страна поднялась просто, я считаю, что на очень высокий уровень по сравнению с тем, что было раньше. И сейчас все изменения к улучшению продолжаются. Встреча получилась плодотворной. Представители старшего поколения поделились опытом, дали советы молодым. Те, в свою очередь, предложили свои перспективные идеи, реализация которых, уверены они, выведет страну, благосостояние граждан на новый уровень. В завершении встречи ветерану труда Валерию Маслову присвоили звание почетного гражданина района Макжана Жумабаева. Жанель Бесимбаева, Айгирий Муканова, Новости МТРК.